Владимир Чекунов у нас в гостях, эксперт программы «Педиатр». Доброе утро! Доброе утро! Сегодня будем говорить про молоко и заменители этого самого напитка. Ну что же, у нас сегодня здесь в четырёх разных стаканах молочные напитки. Вот знаете, как бывает... Не молоко, молочный напиток. Мороженое покупаешь без заменителя молочного жира, да? Там сейчас стали маркировать, а раньше покупали всё подряд то, которое нравилось больше всего. С молоком такая же ситуация? Вы знаете, действительно, когда-то, наверное, несколько лет назад, когда всё больше, наверное, стало появляться людей с непереносимостью лактозы, да, которая содержится в молоке, либо с аллергическими реакциями на белок корового молока. Это одна история. Но другая история – это когда люди стали, ну, может быть, больше становиться вегетарианцами, либо как-то для себя выбрали путь правильного питания. По какой-то причине стали считать, что молоко – это вредно, коровье, либо козье. А вот растительные виды молока – это как будто бы полезнее. Так вот, хочется как раз сегодня обсудить тот самый момент, что в составе этих продуктов, насколько это действительно полезно и стоит ли это употреблять каждый день. Хорошо, на чем, наверное… И стоит ли это детям ещё интереснее? Да, на чем, наверное, самого простого и знакомого, да, нормализованное молоко, как говорят. Там есть разная жирность, да, как правило, от 2,5 до 4,2, по-моему. Ну, это как раз, знаете, здесь суть, вот если мы говорим с позиции медицины, то для нас важно, что там есть цельный белок корового молока, в любом случае он может вызвать аллергическую реакцию, и там есть лактоза в любом случае, и она может вызвать тоже симптомы непереносимости, если таковые у человека имеются. То есть нам по факту всё равно, откровенно говоря, какая там процент жирности. То есть если мы говорим про аллергию или непереносимость. Вот есть ещё вариант лактоза-фри, то есть безлактозное молоко. Соответственно, для людей, у которых только признаки лактозной недостаточности, оно подойдёт. Но для аллергиков оно уже не подойдёт. То есть это обычное молоко, из которого убрали лактозу? Да, убрали углевод, убрали углевод, и не более того. Если мы говорим с вами про вот эти вот растительные виды молока, то на самом деле очень... вот надо просто внимательно читать состав. Потому что давайте попытаемся угадать, у меня здесь есть подсказка сфотографированной составы. Вот как раз то, что вы держите. К кофейню приходишь, там же говорят тебе, пожалуйста, миндальная, фундучная. Чем пахнет? Бананом. Бананом. То есть написано, что это напиток на растительной основе, банановая, специальная называется. И самое интересное, это состав белок 1,4, жиры 3,2, но углеводов 9. То есть это как в известных газированных напитках. То есть по составу вот именно компоненте сладостной, она нисколько не хуже и не лучше. Сладкое можно? Конечно, конечно. Ну смотрите, ну есть же кокосовое молоко, есть миндальное, это натуральное молоко, правда же? А мы сейчас дойдем, дойдем, давайте с того. А это с какой-то добавкой, это со сладенькой добавкой. А вы знаете, если почитать состав, то слово банан находится на последнем месте. Из тех 15 наименований того, что здесь входит в компоненты состава. Но это же соевое. Это овсяный компонент с водой и с добавлением много всего химического. То есть нужно понимать, что да, это вкусно, да, это очень сладко. Сказать, что это полезно, ну, наверное, очень сложно сказать. Ну, есть вот такой продукт, скажем так. Давайте попробуем второй. Пожалуйста. Я, все я, да? У меня непереносимость. Давай, Ваня, ты хотя бы предположение сделай. Почему оно такое темное? А почему? Потому что какой цвет напоминает какого растения? Растения? Растения, это же растительные виды. Ну рис белый. Гречка. Гречка. Да, это гречневое молоко. Но опять же, посмотрите, вот здесь, здесь и здесь, сразу забегая вперед, вперед, в основе содержится гречневая мука в данной ситуации, вот здесь. Прямо чувствуется, правда, гречка. То есть по факту это мука и вода, и добавление соли. То есть... Это разве молоко? Без ароматизаторов и всяких разных сладостей, да? Здесь, да. Но здесь добавлена искусственно вот соль, нет глютена. Но здесь есть очень интересный момент. Это рапсовое масло. То есть сказать, полезно ли это, это тоже тема для большой дискуссии. Поэтому, ну, наверное, если у человека еще реакция есть на глютен, то это вполне подойдет как некий, ну, фантомный вид, да, такого некого а-ля молочного продукта. Но это далеко, конечно, по составу не подходит даже к молоку. И очень важно это понимать, потому что нередко родители пытаются полностью заменить молоко животного на растительное молоко. Но по аминокислотному составу и по другим компонентам это вообще далеки от равенства. А что здесь? Только это сладенькое. Запах сладкий уже. Запах сладкий. Ой, водянистое такое. Водянистое это соя. Это соевое молоко. Вот он, кстати, этот напиток по составу именно аминокислотному, по белковому компоненту очень неплохой. То есть среди вот всего представленного на самом-то деле, потому что соя и здесь не из муки приготовлена, а из цельных вот как раз йорен. И поэтому растительный соевый белок, он неплохой по своему компонентному составу. А вот здесь что? Давайте попробуем. Я вот со второго глотка прям распробовал. Даже прям так хорошо. Ну, соевое, да, но более или менее, да. А это вообще вообще никак. Ароматизаторов что-то никаких нету никак. Натур-продукт. Натур-продукт. Невкусно. Невкусно. Вот это и есть овсяное молоко. Вот это в составе, ну, будем говорить молоко, молочный продукт, напиток растительного происхождения. Правильнее все-таки говорить так. Потому что молоком это называть нельзя. И это не очень вкусно на самом деле. И по составу здесь находится овсяная мука, здесь содержится также рапсовое масло, здесь содержится соль и добавлена вода. То есть по факту вы можете это дома приготовить. Но если мы с вами посмотрим именно компонентный состав, раскладку по белкам, жирам и углеводам, ну, особо ценного здесь, мягко говоря, ничего нет. Ну, вывод напрашивается, что самое вкусное и самое полезное это соевое. Вот это вот саканчик, да? По вот тем производителям, которые здесь представлены, да. То есть здесь есть самое приличное соевое молоко. Ну и не стоит забывать про супер жирность кокосового молока, да? Это вообще что-то запредельное. Естественно, есть миндальная, есть кокосовая, есть молоко из кешью. То есть их довольно-таки сегодня становится огромное количество. То есть сказать, что это плохо, конечно же, нет. Это хорошо. И в некоторых ситуациях это очень полезно. Причем действительно миндальная, с кешью, кокосовая, они все-таки даже вот по опросам в своих социальных сетях, они лидируют. Потому что они действительно очень и калорийны, и с одной стороны они вкусны и они полезны. То есть здесь говорить про жировой вот компонент, правильно, Иван, говорите, что это даже не сравнивается. Ну и цена тоже, извините меня, да? То есть до 300 рублей там за литр миндального молока. Цена и качество, конечно же, всегда. Кстати, а что касаемо хранения, что производители пишут на упаковке и вообще сколько они в открытом виде могут храниться? Вы знаете, самое-то интересное, что вот если брать разных производителей, вот у меня здесь сфотографированные как раз этикетки, все по-разному пишут. Поэтому надо тоже на это обращать внимание, но учитывая, что там добавлены эмульгаторы различные, да? Лет пять. То есть, ну, закрытое в тетрапаке, конечно же, будет, да? А если это открытое, ну, в течение, да. Ну и, наверное, не стоит забывать о том, что добавлять в кофе подобные напитки, это только испортить напиток. Почему? Напиток или нет? Я думаю, что это на любителя. Здесь уже, как говорится, на вкус и цвет. Нет, мы должны просто себе понимать, отчет отдавать. Насколько вам это действительно жизненно необходимо? Если это просто дань моды, то это одна история. Если вы хотите извлечь что-то суперполезное, то всегда взвешивайте. У вас есть показания для того, чтобы не пить цельное коровье молоко? Да, ну или хотя бы, если хотите поэкспериментировать, читайте на упаковке, что написано, да? Ну, чтобы этот эксперимент был полезный и негубительный. А что касаемо тебя, Руслан, я думаю, что в кофейнях не наливают банановое молоко, а наливают молоко и в банановый сироп? Или прям банановое молоко бывает? Нет, бананового молока не бывает. Конечно же, здесь добавляют сиропы. Да, то есть дело такое... Я дома так делал. В молоко банан? Нет, банановое молоко и кофе. А, ну так. Самое вредное молоко попиваю. Да, да, а что, иногда можно себе позволить немножечко вредного. Да, но не забывайте, что есть еще сливки, да, для тех, кто любит кофе по утрам. Люди же газировку тоже пьют. Люди добавляют молоко в чай. В общем, эксперт Владимир Чукунов говорит о том, что полезнее пить цельное молоко. Если нет противопоказаний. Да, ну и экспериментируйте иногда. Спасибо большое, до новых встреч.